всем привет есть несколько интересных новостей и событий которые касаются украинцев в европе и вот некоторые темы в чехии снижается готовность поддерживать украинцев есть новость по денежной помощи беженцам из украины в польше в ирландии подожгли центр для размещения украинцев в германии предложили давать жилье только беженцам которые работают и проблемы с жильем для украинцев британии это темы которые обсудим в этом видео так что подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео и давайте к делу итак чехии по данным недавнего опроса для чешского телевидения существенно снижается готовность жителей чехии поддерживать украину и украинских беженцев если в марте 2022 года 61 процент чехов были согласны помогать включая поставки военной техники и оружия а 36 процентов были против то сейчас соотношение изменилось 51 процент выступает за помощь и 46 процентов против но еще большее падение наблюдается в вопросе о том должна ли чехия заботиться о всех беженцах марте прошлого года 65 процентов респондентов ответили утвердительно а теперь такого мнения придерживается только 49 процентов опрошенных то есть на 16 процентов меньше чем прошлом году опрос проводился с 17 апреля по 5 мая в аудитории из 1200 респондентов и хоть это только статистика но если посмотреть на новые условия для украинских беженцев в чехии с 1 июля 23 года то видно что помощь снижается следующая новость касается денежной помощи для украинцев польши тут польский красный крест при поддержке международной федерации обществ красного креста предоставляет денежную помощь людям которые были перемещены в результате конфликта в украине и проживают в познании которые имеют плохие жилищные условия и ранее не получали денежную помощь от красного креста и других гуманитарных организаций помощь рассчитана на два месяца и имеет такие размеры в месяц на одного человека 1420 злотых месяц семья из двух человек 2640 злотых семья из трех человек 3860 злотых семья из четырех человек 5080 злотых и семья из пяти человек 6300 злотых в месяц то есть за два месяца суммарно один человек получит 2840 злотых или примерно 626 евро а семья из пяти человек 12600 злотых или примерно 2777 евро очень важный момент что претендовать на эту денежную помощь могут не все украинцы а только те которые соответствуют критериям которые вы видите сейчас на своих экранах еще важным условием является не получение ранее финансовой помощи от других гуманитарных организаций то есть если беженец уже получал ранее финансовую помощь то он не может подать заявку для того чтобы подать заявку на получение этой финансовой помощи нужно загрузить приложение красного креста это можно сделать google play или в appstore создать аккаунт и указать членов семьи на которых можно получить помощь заполнить приложение анкету и добавить заранее подготовленные фото необходимых документов еще один важный момент о том что регистрация на помощь действует только до 26 мая 23 года поэтому торопитесь времени осталось немного это и вся остальная необходимая информация по данной финансовой помощи есть на официальном сайте и frc ссылка на страницу будет в описании кстати напишите в комментариях ваш отзыв по денежной помощи от красного креста потому что раньше было очень много отзывов что люди так и не смогли получить эти выплаты дальше опять новость из ирландии и на этот раз еще неприятнее тут на этот раз полили центр для украинских беженцев об этом на своей странице в твиттере сообщил ирландский бизнесмен и политический кандидат питер кейси в его сообщении говорится что ночью его некоммерческий центр для украинских беженцев банкрани взломали и серьезно повредили пожаром полиция подтвердила что расследует этот вопрос и что во время пожара в помещении никого не было ранее прошлом месяце бизнесмен говорил что планирует превратить центр в жилой комплекс для украинцев котором должны были разместиться до 50 беженцев в общем и без того сложная ситуация с жильем для украинцев в ирландии усугубилась еще и этим неприятным случаем следующая новость из германии тут администратор района айсквальд вернер хенинг озвучил новый способ мотивации беженцев к работе он предлагает чтобы беженцы получали квартиры только в том случае если они работают в своем письме министру миграции тюрингии хенинг написал в будущем ограниченное количество квартир может быть выделено только тем кто хочет содержать себя и членов своей семьи за счет собственной работы по мнению хенинга в нынешнем времени получить отдельное жилье в германии это огромная привилегия поэтому те квартиры которые есть в распоряжении его района будут предоставлены в первую очередь тем кто работает а те кто не работают останутся в коммунальном жилье сказал хенинг также хенинг призвал районы и городские округа предоставить юридические возможности для ограничения времени необходимого для размещения людей в общем тут для украинцев есть свои и плюсы и минусы с одной стороны в отличие от обычных просителей убежища украинцы в германии могут сразу устраиваться на работу и тогда быстрее претендовать на отдельное жилье но с другой стороны пока человек не пойдет на работу придется жить только в коммунальном жилье а ведь ситуации бывают разные и некоторые беженцы не могут сразу пойти на работу из-за своих каких-то индивидуальных нюансов в общем предложение такое спорное так что напишите ваше мнение по данному предложению в комментариях под этим видео и последняя новость касается украинцев великобритании тут в восточном мидлэнсе более 300 спонсоров которые ранее приняли у себя дома украинских беженцев прекратили свое участие в программе направленной на помощь беженцам теперь сотни украинских беженцев в британии могут остаться без жилья я думаю что все помнят что по правилам программы украинцы могли переехать в британию при наличии спонсора готового их принять минимум на полгода эта программа начала действовать прошлом году из-за войны в украине и вот по истечении всего этого времени британцы начали говорить что это просто не может продолжаться вечно то есть некоторым спонсорам стало неудобно принимать у себя гостей поэтому они решили прекратить участие в программе теперь местным властям нужно найти беженцам новое жилье или нового спонсора в общем ситуация неприятная но не критическая потому что многие украинцы за это время уже меняли спонсора а некоторые и не один раз на этом все давайте теперь обсудим все эти новости в комментариях под этим видео подписывайтесь на канал кнопочка подписаться внизу под этим видео спасибо всем за просмотр и за внимание берегите себя до новых встреч пока пока